Хронические заболевания дают о себе знать. И чтобы не усугублять ситуацию еще и ковидом, пенсионерка Татьяна Калашникова сделала прививку. Заодно позвала с собой на процедуру и мужа. Татьяна Калашникова в прошлом соцработник и сама прекрасно понимает ответственность перед людьми. Поэтому они с мужем вакцинировались сразу, как только появилась возможность. У меня, к сожалению, сестра болела в 2020 году ковидом. Случайно без температуры, без всего. И вы знаете, у нее было поражение где-то в 45%. Она чуть не умерла. И после этого я даже не задумываюсь. Сразу мы сделали прививки. В решении привиться немалую роль сыграл социальный работник. Для многих пожилых людей этот человек – единственный способ получить достоверную информацию о вакцинации и ее пользе. На попечении Зои Гороховой семья Калашниковых находится с 2018 года. Соцработница не только рассказала о вакцинации, но и продемонстрировала ее пользу на своем примере. Сама Зоя Владимировна привилась уже давно. Говорит, что этого требовала специфика ее работы. В Центре социального обслуживания, в котором работает женщина, привито 96% сотрудников и порядка 60% подопечных. Мы должны обзаковать не только себя, но и наших подопечных. Потому что мы общаемся, ходим в поликлинику, по магазинам, ездим в транспорте. Общаемся с людьми разными. Спад заболеваемости COVID-19 – не повод забывать о вирусе. Особенно важно помнить о необходимости защитить здоровье людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Они, как правило, переносят болезнь тяжелее, отмечают специалисты. Самым надежным методом защиты остается вакцинация. Сейчас пройти ее можно в одном из 200 прививочных пунктов региона. Михаил Ермоленко, События.